Мне шестнадцать, а я ещё Чунином не стал, но меня как-то пофиг. Все мои друзья выбрали кем хотят стать и какая у них цель в жизнь. Ещё с Академии. А я ляпнул, что стану таким же сильным, как Саскесон. И что теперь? Что мне делать после того, как мой учитель заявил мне? Баруто, ты уже не маленький и развиваться дальше будешь сам, Хакаги я не стану. Биться в Джунина. Ага, сейчас. Я плохо схожу с малышней. Исключение это Химовари. Стану я капитаном команды и зарежусь кунаем. Охранять ворота, резиденцию или гулять двадцать четыре на семь по крышам деревни? Нет уж. Анбу? Не примут. А если примут, то убивать людей это не моё. У меня нету цели. Так бы и летал в облаках Баруто, если бы не Сарада. Баруто. Крикнула она, врезала блондинку по голове. Носитель Джолгана отлетел на метр от команды. Больно. Зачем по башке то? Сказал Баруто, вставая с земли. Оглядевшись, он понял, к чему это было. Мы идём на миссию. А ты встал с толбом. Прости, Сарада. Больше такого не повторится. Пошли уже. Митсуки, Коноха и Марусин Си ушли вперёд. Сарада и Баруто побежали к воротам деревни. Команда семь чуть не провалила миссию из-за Баруто. Они ловили вора в бегах, а Баруто всё время уходил в себя. К концу миссии, после передачи вора полиции, Баруто отправили одного отчитываться перед Хакаги. Без лишних слов он согласился, чем очень сильно всех удивил. Баруто стоял перед дверью в кабинет отца и не решался зайти. Он облокотился на стену перед дверью и опять ушёл в себя. Через минуты десять Баруто стало плохо. Он съехал по стене с вниз и закрыл глаза, ещё раз проверяя все детали разговора с отцом. Баруто не заметил, как уснул и проспал Бон до утра, а точнее до того момента, пока Наруто не покинет резиденцию, если бы не сам Наруто разбудил его. Баруто. Баруто просыпается, тихонько шатая за плечо сына, говорил Хакаги. Баруто еле-еле открыл глаза и посмотрел на отца. «С добрым утром!» Сказал Наруто, помогая сыну встать с пола. Сколько времени выдавил из себя блондин. Баруто вообще не хотелось, чтобы его будили. Он и так ночью не выспался. Пол первого ночи сообщил Наруто, сажая сына на диван. «Отец, нам надо поговорить». Баруто смотрел на отца, который сел в свое кресло и читал какой-то документ. «Поговорить?» «Это редкость для тебя». Наруто отложил бумагу и посмотрел на сына Ярат. «О чем же?» Саскесен сказал, что мне надо развиваться самому и я тут подумал, что мне надо уйти из Канохи. Наруто чуть со стула не упал. Он ожидал чего угодно от их разговора, но не такое заявление. «Узнаю что-нибудь о кланах Узума Киучха. Схожу в камень, научусь стихии земли и просто повидаю мир». «Огловные найду Каваки». Повисла тишина. Наруто переваривал информацию, полученную от сына, а Баруто ждал решения отца. Собравшись, Наруто ответил, когда решил отправляться. «Завтра вечером, скорее всего, ты понимаешь, что это опасно». Каваки набрал союзников. «Я это понимаю». Наруто встал со стула и подошел к двери. «Пошли домой?» «Оха». Придя домой, Баруто попросил всех собраться в зале. «Что-то случилось, Баруто?» Хинато посмотрела на мужа, а потом на сына. Оба были серьезны. «Мама, Химова и я ухожу из Канохи». С полную решимость сказал Баруто. «Зачем?» Крикнули женщины. «Хинато, не беспокойся. Баруто просто хочет повидать мир». Наруто подошел к жене и обнял ее. «Я уйду завтра вечером, а сегодня я пошел спать». Баруто развернулся и ушел к себе. «Папа, а братик надолго уйдет?» «Не знаю, Хима, идиот. Кхм». Баруто проснулся рано. Он решил пройтись по деревне и рассказать друзьям об уходе. Спустившись на кухню, блондин увидел отца. «Как спалось?» «И почему ты так рано проснулся?» Не спится Наруто подошел к сыну и положил руку ему на плечо. «Я приду вечером. Завтра их сам приготовишь». «Конечно, тогда я ушел». Наруто одел обувь и покинул дом Баруто. Сделал себе кофе и овсянку. Поехал он собрался и ушел навстречу с Мицуки. По центру Канохи шли единственные души Баруто и Мицуки. «Ты уйдешь?» «Да. Я хочу найти Каваки и поговорить с ним. Сходим за Сарадой». «Баруто, сейчас 4 утра. Думаешь, она проснулась?» «А ну да. Тогда напишу всем и встретимся в парке. А сейчас ты куда?» «К Саскесану». «Увидимся». Баруто запрыгнул на крышу и скрылся с глаз Мицуки. Саске сидел на ветке дерева и читал свиток. На тренировочном поле было тихо и спокойно, пока спокойствие у Чихи не нарушил Баруто. Саскесан. Саске слез с дерева и убрал свиток. «Что-то рано для тебя. Что стряслось?» «Я решил уйти, ясно, найду Каваки и поговорю с ним». «Ясно, я уйду сегодня вечером, ясно, вам все ровно?» «Нет, просто, ясно. До свидания, Саскесан». Баруто убежал, а Саске сел на траву и достал свиток. «Хочет поговорить с Каваки?» «Хочет вернуть друга в деревню?» «У всех у Зумаки ты в крови?» Саске издал смешок. Ровно в семь часов утра вся банда Баруто стояла перед ним в парке Синджу. «Такое чувство, но будто я знаю только эту достопримечательность в Канохе. Ребят, у меня для вас новость. Отец поцеловал?» «Аоги намеки». «Заткнись, Инаджин». «Я...» «Серьезно?» «Вообщем, я ухожу из Канохи». «Тишина?» «Чего?» Хором крикнули ребята. «В смысле?» «Не создавай гемор Хокаги». Шикодай взял Баруто за воротник кофты. «Я не сбегаю, а ухожу». «Отец знает». Баруто убрал его руки. «Зачем?» Реакция Сарады была более тихой. Саске-сын сказал. «Не приплетай сюда моего отца». Сарады направила кулак на Баруто. Саске-сын сказал, что мне надо развиваться самому. «Вот я и решил уйти. Мне всё равно в камень надо. А ещё...» «Все посмотрели на Шикодай и потом на Баруто. Найти Каваки. Я его верну. Баруто. Не было. Хотя... Нет. В другой раз. Сарада, ты мне всё больше и больше начинаешь напоминать Саске-сына. Если Баруто ходить, то надо сходить с ним в его любимое место. Например, магазинчик с чипсами. «Толстуха — это твоё любимое место». «Да ладно тебе, Иннаджин. Я пойду в магазин. Только у магазина одежды. Одежды? Хором. Баруто. Модник?» Иваби рассмеялся. «Нет. Заткнись. Я недавно один плащ приметил. Сходите со мной?» «Конечно». Банда пришла в магазин и девчонки сразу побежали к платьям. Пацаны были возле Баруто, а сам Баруто не мог выбрать. Митсуки-блондин подозвал друга, какой лучше? Просто чёрный? Или снаружи чёрный, а внутри малиновый? Митсуки посмотрел на плащ и улыбнулся. «На тебе всегда малиновая куртка. Я думаю тебе лучше взять малиновый. Ну, я здесь точно сам не решу, так что послушаюсь тебя». После покупки плаща они пробыли ещё час в магазине из-за девочек. Весь день Баруто и друзья гуляли по Канохе. Под вечер Баруто ушёл собирать вещи. «Я дома». В ответ тишина. «Нет, что ли никого?» Акей поднявшись в свою комнату Баруто достал походную сумку. Через двадцать минут. Еда есть, одежда есть, деньги есть, запасные куна и сюрикены есть, катаны на поясе есть, плащ есть. Перекинув сумку через плечо, Баруто последний раз прошёлся по дому. «Я уж». «Хотя нет, не надо». Баруто вышел из дома и медленным шагом пошёл к воротам. «Центральные ворота Канохе». «Ой, Баруто!» «Отец!» Баруто поднял голову и увидел возле ворот друзей и семью, ребята. Блондин к ним подбежал. «Зачем?» Баруто оглядел всех присутствующих. «Мы решили тебя проводить, братик». «Хима!» «Баруто!» «Не облажай там сквыке!» «Я его верну, Сарада!» «Обещаю!» Наруто, Саски и Сакура переглянулись между собой, отправляя весточку время от времени. «Хорошо, Баруто!» Хима-то обняла сына. «Конечно, мам!» «Я проверю твои навыки, когда вернёшься!» «Хорошо, Саски-сын!» Баруто посмотрел на отца. Лицо его было серьёзным, что напугало Баруто, но потом Наруто смягчился, и на его лице появилась грустная улыбка. «Я!» «Мы будем ждать твоего возвращения, сынок!» Наруто неуверенно обнял сына. У всех присутствующих сломалась челюсть. Баруто был в шоке, но взаимно обнял отца. Баруто снова оглядел всех присутствующих. Он понимал, что увидится со всеми ещё не скоро. Развернувшись, Блондин уверенным шагом направился к своей цели. Возвращение к Ваке. После того, как Баруто покинул пределы деревни и если бы он развернулся, то не увидел бы её, он сказал себе. «Не жизнь, а сказка. Никто тебе не указывает и не посылает на миссии. Спи сколько хочешь, гуляй сколько хочешь и никто не нарушит твой рай». Блондин шёл и ликовал вслух. «Страна огня огромна. Такими темпами я через три дня доберусь до камня. Ну я же не спешу. Съезжу к огуре после обучения, а потом... Потом что-нибудь придумаю. Жизнь Баруто никто не тревожил уже два дня. Спокойный шаг позволяет наслаждаться пением птицы красотой природы. Прохладный ветерок играет с листьями на деревьях, а лучи солнца согревают землю. Начало лёта даёт о себе знать. Баруто никогда не видел такого утра. Вместо стен домов – бескрайний лес, а вместо гулы людских голосов – щебетание жаворонков. Тропинка по которой идёт Блондин проходит через лес. Солнце пробивается сквозь летний лес и заставляет Блондина замереть. Лучи позволяют разглядеть каждую капельку росы на листочке. Солнечные лучи – это те же деревья, чьи листья уходят далеко в небо, а между этими деревьями скачёт серенький зайчик. Надо будет сюда Энаджина привезти. Баруто улыбнулся и направился дальше, покидая этот прекрасный лес. Блондин практически не использует техники. Только теневое клонирование на случай незваных гостей. Хм, пожалуй, надо заглянуть в страну горячих источников, а то еда закончилась. Ну, это понятно. Я её мало взял. Страна горячих источников была в 10 километров от Баруто и это был ближайший пункт населения. Минус таких путешествий в том, что тебе не с кем поговорить, а последний раз Баруто общался с отражением в реке. Для Баруто это скука. Конечно, он может поболтать с мамошеки, но у них разные взгляды на жизнь. Немного ускорив шаг, Блондин направился на источники. Перешагнув через ворота страны, Баруто побежал на голубиную почту. Мама меня убьёт. Два дня прошло, а от меня ни слуху ни духу. Надо выучить призыв какой-нибудь птице для почты. Блондин бежал по крышам. Баруто хотел сделать последний прыжок, но его столкнули и он упал с высоты семиэтажного дома. Чёрт! Баруто поднялся с земли, держась за колено. Попытка приземления на ноги оказалась неудачной. Извините. Вы в порядке? Чунин подбежал к Баруто. Да, Блондин натянул улыбку и посмотрел на собеседника. Парень лет 15 кудрявыми коричневыми волосами и зелёными глазами. Извините. Я не заметил вас. Чунин поклонился. Ладно, ладно. Хватит извиняться к Баруто и Чунину подбежал ещё один Чунин. Райки не отвлекайся. У нас миссии. Чунин исчез. Кого-то он мне напоминает. Баруто вспомнил, как Саски делал так же. А что у вас за миссия? Ищем вора Чунин. Протянул листовку розыска. Никогда не видел такой формы. Вы откуда? Форма Райки была такой же, как у Шиноби. Облака только жилет был красного, а сам костюм чёрного. Протектора у Райки не было. Мы из источников. Это разве деревня Шиноби? Не совсем. Если честно, я сам до конца не понимаю. Ладно, не буду больше тебя задерживать. Ещё раз. Извините. До свидания. Райки убежал. А я куда шёл? А? Почта. Отправив письмо в Канаху, Барута зашёл в магазин за продуктами и узнал о своей проблеме. Где деньги? Где мои деньги? Райки? Нет, я бы сразу понял. Тот Чунин? Тоже бы понял. А может, Барута достал листок о розыске и его осенило он. Не знаю, почему именно он, но это он. Барута выбежал из магазина и решил найти самый высокий дом. Джоуган. Блондин пытался прочитать чакру каждого жителя и увидел Райки, который гнался за каким-то мальчиком. Да. Барута побежал за ними. Барута поймал вора и отдал шинобе источников. Спасибо, ты нам очень помог. А как тебя зовут? Райки подошёл к Барута и вернул деньги. Барута, спасибо за помощь, Барута-кун. Райки пожал Барута руку. Ни за что. А где вор? Райки повернулся в сторону своей команды и увидел связанного жителя. Что? Что это значит? Райки подошёл помочь развязать человека. Я же точно поймал его. Погодите-ка. В глазах Барута человек снова стал вором, а потом наоборот. ТЦ. Кай. Иллюзия развеялась, бабла пропала. Не может быть. Джоуган. Барута нашёл чакру вора. Райки, это гендюцу. Гендюцу. Да. Это просто обычный человек. Ничего больше не объяснив, Барута побежал за вором. Прибежав в какой-то заброшенный дом, Барута скрыл чакру здесь и живёт этот парень. В таких развалинах. Стойте. Не трогайте меня. Я всё верну. Мальчик выбежал из тени и упал перед Барута на колени. А? Послушай, за кого ты меня держишь? Вы разве не за деньгами? Мальчик поднял взгляд на блондина. Нет, я тебя найти хотел. Почему ты грабишь? Мальчик сел на колени, точка Барута последовал его примеру, чтобы быть с ним на одном уровне и наконец разглядеть мальчика. Худощавый пацан с белыми волосами и прической похожий на прическу Мицуки. Красные глаза медленно наполнялись слезами, а кулаки сжимали коричневые шорты. Возвращаю не свои долги. В смысле? Мой отец навешал на меня свои проблемы и исчез. Он играл? Можно я так сказать, Барута стала жалко мальчика. Если бы я оказался в таком положении, я бы тоже грабил. Я верну вам деньги. Мальчик вынул из кармана шорт-кошелёк Барута и протянул ему. Оставь себе. Что? Я помогу тебе с твоей проблемой. Как тебя зовут? Кио. Кио Курама. Настроение Кио сразу поменялось. Курама? Ты из клана Курама? Я не такой мастер в Гиндюцу, какими были мои предки. Послушай, хочешь пойти со мной? Хотя нет, это опасно. А можно? Если можно, то я с удовольствием. Хм. Решено. Я возьму тебя с собой, но когда придёт время, я отправлю тебя в Канаху. Канаха. Да, вы меня сдать решили? Нет. Я же сказал, что помогу тебе. Кио притих, потому что понял, что его вопрос был тупым. Меня зовут Барута. Барута Узумуки. Узумуки. Это никак не относится к тому, что я его сын. А? Ладно. Я буду помощником сына Хакаги. Кио, пожалуйста. Извините, Барута сын. Давай без этого. Нет. Барута испугался таким резким ответом. Ладно, как хочешь. Итак. Барута резко поднялся с досок и гордо заявил. Сначала мы купим тебе одежду, а потом пойдём дальше. Барута сын, а куда вы направляетесь? Мне надо в деревню скрытого камня. Обучиться стихии земли. Ясно. Кстати. Я попытаюсь научить тебя хорошим гендюцу, хотя твою тоже неплохое. Правда? Спасибо. Ладно, а теперь пошли. Уже стемнело ночуем в гостинице. Хорошо. У Кио горели глаза от интереса. Барута это не очень нравилось. Союзники Каваки охотятся на него, так что переходы от деревни к деревне опасны, но ему тоже было интересно, что из этого выйдет. Барута. Барута пришлось забрать деньги у Кио. Кому-то ж надо оплачивать гостиницу. Небольшая комната с окном посередине. Два футана, две тумбочки и шкаф. Бросив сумку на пол, Болт сел на тумбу и начал допрос. Кио, кем был твой отец? Мальчик немного смутился и ответил. Точного названия этой профессии я не знаю, но... Он играл на деньги и если он проигрывал, то убивал... Кого? Человека, который мешал планам главного... Главного? Этого я не знаю. Я не ходил с ним. Кио сел на футоны и смотрел в стену. Ты сказал, что твой отец навешал на тебя свои проблемы. Что за проблемы? Денежные, конечно же. Как-то отец ушел играть и не вернулся, а потом пришли люди главного и попытались сжечь дом. Мама погибла в огне, а меня... Мальчик сжал кулаки и опустил голову. На футоне начали появляться мокрые пятна, а Кио начал всхлипывать, а меня рядом не было. Я беззаботно играл на улице в то время, когда моя мама умирала. Немного успокоившись, Кио продолжил. Наш дом находился на окраине деревни, а от площадки до дома практически вся деревня. Вот я и не заметил пожар. Когда я прибежал, шиноби проверяли дом, а медики выносили тело моей мамы. Крыша обвалилась и она оказалась в эпицентре. Меня хотели забрать в пьет, но мест не было. Просто выставили на улицу. В деревне меня никто не принимает, потому что знают, кто мой отец. Из-за голода я начал грабить. Кио сделал глубокий вдох и окончательно успокоился. Я задал ему один вопрос, но он ответил мне на все соболезную. И это все, что я могу из себя выдавить. Черствый. Черствый. Идиот. Прости, но... Когда это произошло? Кио потер глаза кулаками и ответил. Год назад. Прости. Больше я ничего не спрошу. Ничего. Все нормально. Точно. Теневое клонирование. Болт создал одного клона и дал ему остаток денег. Купишь еду и одежду Кио. Ладно клон выпрыгнул из окна, а Кио удивленно посмотрел на Баруто. Разве для покупки одежды я не нужен? Я успел узнать все, что нужно о тебе. Поэтому твоя присутствует не обязательно. Какого? Все, ложись спать. Баруто потрепал волосы Кио и вышел из комнаты. Глубокая ночь окутала источники. Звезды такие яркие, что кажется они совсем близком. Этой ночью полна луня и луна еще бледнее, чем обычно. Стоит потушить все свечи и выключить весь свет, потому что яркости звездного неба охватить на освещение всего огня. Вся деревня в царстве Морфеи. Мальчик с нелегким прошлым давно спит, а вот его лунный наставник заканчивает доклад об отце подопечного. Даже если у болта и появился ученик, это не значит, что его бессонницы пропали. Закончив черкать ручкой бедную бумагу, Баруто поднялся с холодной крыши и посмотрел на свою работу. Надеюсь это передадут лично Хакаги. Надеюсь батька поможет, а если нет, то я сам найду его отца и врежу. Свернув лист бумаги и положив себе в карман болт вернулся в гостиницу. Тихо, насколько это возможно, Баруто зашел в комнату и посмотрел на Кио. Если болт спит так, что к утру одеяло на полу, а подушка там где ноги, то Кио наоборот. Свернувшись калачиком и положив правую руку под подушку, Кио тихо посапывал, что означает, что его сон никто не тревожит. На полу рядом с футаном Баруто, клон оставил сумку с едой, а рядом с футаном мальчика его новую одежду. От клона к оригиналу, так почему я не знал, что он вернулся раньше меня? Хотя неважно. Сняв плащ и обувь, болт лег на футан, но уснуть не мог, чертова бессонница. Когда на ветках деревьев спал, все нормально было. Баруто посмотрел в окно. Увидев черное небо с белыми крапинками, болт тут же провалился в сон. Кио проснулся из-за подозрений слишком большой тишины. Встав с футана, он оглядел всю комнату. На тумбочке рядом с футаном наставника мальчик увидел записку. Кио, я ушел на почту. Когда проснешься, одевайся и поешь. Твоя еда и одежда в твоей тумбе. Встретимся возле ворот. Кио отложил записку и открыл тумбочку. И вытащив оттуда вещи, Кио начал их рассматривать. Дына и булочка. Никогда такой не ел. Молоко. Обожаю молоко. Открыв бутылку молока, мальчик выпил все содержимое. Счастливо улыбнувшись, Кио приступил к булочке. Развернув упаковку, мальчик нервно посмотрел на пищу, но все же попробовал. Крик Кио было слышно во всех концах огня, так вкусно. Теперь это будет моей любимой сладостью. Доев булочку, Кио принялся за одежду. Серая футболка с удлиненным рукавом, черные штаны, сандалии и сумка шиноби. Одевшись, Кио убрал за собой и направился к воротам. Баруто стоял возле ворот и смотрел в небо. Услышав приближающий себе к болту, сдал смешок. Твой крик я даже здесь услышал. Кио подбежал к Баруто и поклонился. Спасибо вам за еду и одежду. Да, ладно. Пошли Баруто развернулся и перешагнул границу источников. Кио поспешил за наставником. Подойдя к Баруто, мальчик напевал себе что-то под нос, а болт этому улыбался. Я рад. Не переставая петь, сказал Кио, чему же? Мне кажется, это будет весело, а еще опасно. Да. Так и будет. Со мной ты не соскучишься. Если идти, прямо наткнешься на реку. Кто последний, тот точит куная. Баруто побежал вперед, а Кио за ним. Похоже, исключением будет не только Химовари. Огонь. Кноха. Ты не сможешь вернуть своего друга. Единственное, что тебе остается, так это убить его. Мой дорогой голубоглазый мальчик. Заткнись. Баруто резко сел на землю и схватился за голову. Черт, слишком резко. Моя башка. Барутосон, вы в порядке? Кио тоже сидел на земле и сонно смотрел на наставника. Прости, что разбудил. Болт неловко почесал затылок. Все нормально. Правда. Я как раз хотел вставать. Мальчик тут же приободрился и подошел к реке. Умывшись, мальчик сообщил. Ночью приходил человек. Он пытался вас убить. Сказал, что отковыки. Что? Что ты делал ночью? И почему не разбудил меня? Баруто подошел к Кио. Я просто долго уснуть не мог. Кио сидел на большом булыжнике посередине небольшой реки и смотрел в небо. Звезды отдавали синий оттенок, и это показалось мальчику очень красивым на черном небе. Луна стала уходить обратно в месяц и уже была не такой яркой. Звук воды медленно клонил в сон, но Кио хотелось насладиться картиной, но занятие пришлось прервать. Красиво не правда ли? На воде оказался незнакомец в белых штанах, черной рубашке и белой накидке. Черные волосы, собранные в хвост, раскачивались на ветру, а ярко-фиолетовые глаза пристально смотрели на Кио. Кто вы? Мальчик поднялся с камня, двуликий. Зачем вы здесь? Кио достал два куна и встал в боевую стойку. Незнакомец улыбнулся и кинул в сторону Баруто, куны нестандартной формы. У меня здесь миссии. Секунда, и двуликий оказался рядом с болтом. Достав топор он продолжил. Миссии по убийству Баруто Зумуки. Двуликий замахнулся и дальше все происходило в сознании Кио, как в замедленной съемке. Как же так? Моего наставника сейчас убьют, а я ничем не могу помочь. Как же так? Я помогу тебе с твоей проблемой. Что-то внутри Кио щелкнуло. Мальчик очень быстро подбежал к двуликому и со всей силой двинул ногой в живот. Незнакомец отлетел от Баруто на 10 метров и врезался в дерево. А что? Что я сделал? Красноглазый опомнился и посмотрел на болта. Нет. На шее у блондина была глубокая рана. Алая кровь быстрым потоком стекала на землю, а блондин становился бледным. Кио хотел расплакаться, так как не знал, как остановить кровь, но заметил, когда раны тянется серый рисунок. Что это? Как только рисунок дотянулся, по нему прошелся синий цвет и рана начала затягиваться. Э! Малый, ты про меня не забыл? Двуликин летел на мальчика. Красноглазый упал на землю, и незнакомец начал его душить. Тебе не повезло с противником, малый. Ты так думаешь? Двуликин не успел повернуться, как в его спину прилетел куный. Кио стоял сзади него и ногой вдавливал этот куный до конца. Когда куный полностью оказался вдвуликом, мальчик стоял и хладнокровно смотрел на пятно крови. При такой темноте его красные глаза были еще ярче и так четко в них виднелось слово «умри». Незнакомец хотел откашлиться кровью на предмет спереди, но Кио быстро схватил этот предмет и со всей злобой сказал «Не смей замарать плащ Борутасона, тварь». Двуликин упал возле ног красноглазого и спросил «Что это за техника?» «Обычный гендюцу». «Ты все это время душил не меня, а плащ». «Но как ты понял, что я буду душить тебя?» «Кто знает. Просто использовать гендюцу на лгат иногда помогает». «Мразь! Из-за тебя кавыки сам и лешит меня денег». Двулики стал подниматься с земли. Кио уже приготовил второй куны для атаки в живот. «Я еще вернусь». Незнакомец бросил дымовую бомбу и исчез. Бомба искрытия чакры. «Да уж! После этого я тут же уснул». «Ась! Борутасон!» Кио посмотрел на дерево, куда влетел Двулики, там же на ветке, как кот сидел Борута и испуганными глазами смотрел на подопечного. «Фигаси ты хладнокровный!» «Какое-то странное сочетание доброты моего отца и жестокости соскесана». «Интересно он знает, что очень хорошо контролирует чакру». «Дерево от удара треснуло даже». «Как оно вообще меня держит?» «Точно. Борутасон, а как вы выжили?» Болт спрыгнул с дерева и подошел к Кио. «Мне помогает жить одна зараза. Мамошки Ацуцуки ее имя. Он помогает мне по принципу хвастатого, залечивает рану и просто не дает умереть, но я не бессмертный. Меня может сразить смертельная болезнь, старость и извлечение этой дрени из моего тела». «А почему дрени?» «Он же вам жизнь спасает». «Нет, он испортил ее, но об этом в другой раз идет». «Что ж, пора покидать это прекрасное место и отправляться дальше». Кио огляделся. И вправду, это прекрасное место. Место, которое выбрал Борута для ночлега, было очень спокойным. В проходящей реке отражались блики яркого летнего солнца. На другом берегу находился густой хвойный лес, в котором обитали разные животные. Большую часть леса занимали белки, эти меховые шапки прыгали друг за другом по огромным булыжникам. Болт и Кио последний раз взглянули на картину, но вперед. «Теперь в камень мы доберемся к ночи. Если Ковыки не решит помешать. Ты не выполнил мое задание, прошу простить. Просто этот мальчишка. Ты даже проиграл ребенку. Ненач, ты негодный отброс. Умри». Голубоглазый парень еле, еле тащился по каменной песчаной пустыне. Солнце безжалостно сушило все вокруг. Блондин снял всю верхнюю одежду, кроме футболки, и закатал штаны до колен. Мальчик, идущий перед бородой, не испытывал дискомфорта и бодрым шагом шел к деревне. «Какого хрена здесь так жарко? Если здесь такая жара, то что сейчас в песке творится?» «Кио, как тебе не жарко?» «Я не знаю». Мальчик остановился и посмотрел на наставника. «Почему бы вам не использовать технику воды или ветра?» «Я не могу использовать технику воды при такой жаре, и я вымотан этой жарой». «А ветер?» «Потому что я вымотан». Кио ударил себя по лбу. Борута поднял свой взгляд с ног и увидел рай, пещера. В голубоглазом сразу проснулась энергия. Болт рванул к тени и случайно сбил подопечного. Оказавшись в пещере, блондин упал звездочкой на землю. «Я думал, что помру». Мальчик зашел в пещеру, потирая щеку. Сев возле Борута, Кио злобного на него посмотрел. «Прости». Борута сел напротив и почесал затылок. У него взгляд как у соскесана. «Так. Вроде бы моя башка протрезвела, но я все еще оставший. Просидим здесь до вечера. Ночью мы уже будем в камне, а сейчас днем я буду спать». Блондин лег на землю и... И секунды не прошло, а он уже спит. Кио удивленно посмотрел на Борута, а потом рассмеялся. «Видимо, вы и вправду очень сильно устали». Озеро. Лес. Приставка. Борута сон. Ноль эмоций. Что ему снится? Борута сон. Ну все. Рота подъем. Кио ударил Борута кулаком в живот. Гхо. У болта глаза на лоб полезли. За что? Блондин испуганно смотрел на ученика. За сон. Просыпайтесь уже поздний вечер. Голубоглазый посмотрел на выход из пещеры и потом на Кио. Можно хоть воды попить? Нельзя. Мальчик ударил кулаком об стены пещеры. Да, так что там глубокая дура осталась. Есть. Борута быстро одел куртку и плащ. Взяв сумку, Болт и Кио вышли из пещеры. Надо заметать следы. От кого? Как-нибудь расскажу. Росинган. Мальчик не успел как-то среагировать, а от пещеры практически ничего не осталось. Теперь это больше на огромные булыжники смахивает. Что это было? Некогда отвечать на вопросы. Бежим. Кио не успел что-то понять, как Борута уже был далеко. А что? Где? Борутасон. Болт и Кио бежали к камню около часа, когда были близко Кио смог рассмотреть ее. Белая стена с воротами, а за стеной лесная полоса. Еще одну огромную каменную стену в некоторых местах покрывали трубы. По логике внутри огромной стены должна находиться сама деревня, то бишь дома и Т.Д. Возле входа в деревню скрытого камня стояли Шинобе, Цучикаги, Сики, Ой, Кио. Можно сбавлять темп. Борута остановился и подождал ученика. Не привык. Я так. Долго бегать. Фух. Но это не проблема. Я тебя научу как не уставать. Пойдем. Болт достал из сумки протектор и одел его. Красивый. И у тебя такое будет. Я лично за этим прослежу. Блондин сделал серьезное выражение лица и направился к выходу. Кио немного испуганно шел позади Борута. Я увижу Цучикаги. Подойдя к Куро Цучи, Блондин ей поклонился. Узумаки Борута по приказу Хакаги прибыл в деревню скрытого камня. Сики будет сопровождать нас, а остальным разойтись. Есть. Шинобе пропали из поля зрения Борута и он облегченно вздохнул. Зачем ты этот цирк устроила? Не разговаривай так с Куро Цучи сама. Сики врезал болту по башке, идти. Еще бы. Будешь так языком чесать, я тебя прикончу. Да. Попробуй. Сики и Борута схватили друг друга за воротники одежды, успокоя. Куро Цучи хотела кое-что сказать, но ее опередил Кио, успокоились оба. Мальчик врезал обоим по головам, из-за чего они упали. Вы как себя в присутствии Цучикаги ведете? Кио успокоился и поклонился Куро Цучи. Извините. Я Кио Курама. Ученик Узума Кибору Тасана. Не извиняйся за этих улухов. Куро Цучи знаком показала, чтобы Кио перестал кланяться. Понял. Обернувшись, Кио увидел, как Борута обнажает Катану, а Сики достает Куны. Ха. Мальчик подошел к блондину и жал ему плечо, и те. Кио, не мешай, я сейчас разби. Ась. У болта Катана из рук вывалилась от взгляда подопечного, насыщенный красный оттенок глаз. Вгляд, говорящий, убью. Опять этот взгляд. Хватит. Вам надо извиниться перед Цучикагисома, Борутасом. Конечно. Конечно. Голубоглазый быстро убрал Катану в ножны и, подойдя к Куро Цучи, поклонился ей в ноги. Кио посмотрел на Сики. Ты тоже. Слушаюсь. Парень проделал то же самое, что и Борута. Извините нас, пожалуйста. Ладно, ладно. Сики проводи их, пожалуйста, в гостиницу. Есть. Парень быстро поднялся с земли и попутно поднял Борута за воротник плаща. И те. Я что с отцом по получению увечья от друзей соревнуюсь? За мной. Сики все так же держа бланде, но за воротник направился к гостинице. Гостиница? Ну как гостиница? Отдельный дом для проживания Борута и Кио находился недалеко от резиденции Цучикаги. Двухэтажный каменно-оглиняный дом с крыши похожий на башню. Окна выходили на северную и южную сторону. На верхушке крыши развивался белый флаг с красной надписью. Звездочка. На первом этаже располагалась небольшая кухня, зал и ванная. На втором одна комната и ванная. Несмотря на размеры на кухне присутствовали все кухонные оборудования. В зале находился обеденный стол, диван, телевизор и книжный стеллаж. В комнате на втором этаже находились две кровати по двум углам комнаты, окно выходящее на резиденцию Цучикаги, два шкафа и два стола. «Надеюсь, что вам этого будет достаточно». Секи стоял в коридоре и ждал, когда его отпустят. «Передаю спасибо Куро Цучи». Барута бросил сумку на диван и подошел к двери. «Можешь быть свободен. Можешь быть свободен. Кто кого здесь освобождает. Завтра ты должен подойти к Куро Цучи сама. В семь не опаздывать. Бывай». Секи убежал, а Болт захлопнул дверь. «Но почему так рано?» Блондин уловил вкусный запах, исходящий из кухни. Зайдя туда, он увидел, как Кио стоит у плиты и что-то готовит. «А что ты делаешь?» «Я продукты нашел, вот и решил очезуке звездочка приготовить». «Очезуке?» «Тебе помочь?» «Нет?» «Спасибо. Я уже почти закончил. Можете садяться за стол». Хорошо, Барута послушно ушел в зал и сел за стол. Спустя два минуты появился Кио с двумя тарелками очезуке. Итто Дакимос. Барута взял палочки и попробовал блюда. «Вау!» «Кио, а ты отлично готовишь. Я никогда такого вкусного очезуке не пробовал». Мальчик улыбнулся. «Я рад, что вам понравилось». Итто Дакимос Кио только приступил к еде, как Болт задал ему вопрос. «Кио, тебе не будет затруднительно готовить нам еду, пока мы будем находиться в камне. Мне нравится готовить, так что я за. Если честно, мне и самому хотел предложить это. Просто смотря на вас, мне кажется, что когда вы будете готовить, мы останемся без крыши над головой. Жестоко. А почему вы сегодня разрушили пещеру?» Барута отложил палочки и сказал, «Потому что за мной охотится». С момента разговора Кио Барута прошло два дня. Блондин избегал мальчика, а когда тот хотел поговорить, то находил отговорки и уходил. Тренировки с Сики плоды еще не давали. Сики проверял физическую форму Болта и про технику ничего не говорил. Голубоглазый не брал на тренировку мальчика, но Кио из-за интереса удалось выследил их. Каменные поляны за деревней. В отличие от дороги, по которой мы шли, здесь трава растет, а еще это дуб. Немного, но растет. Мальчик сидел на ветке огромного дуба и наблюдал за тренировкой. «Ой, Сики! Может ты вместо того, чтобы заставлять меня бегать вокруг деревни, начнешь техники учить?» Болт сидел на земле и жадно пил воду. «Я тебе поставил ультиматум. И ты так этого и не сделал. Разговор с ним. А что, если он захочет сбежать от меня? А тебе это не ноши? Избавишься от него и волноваться о его безопасности перестанешь. Это они обо мне что ли? Я так не могу. Я. Я привязался к нему. И еще. Я сказал ему, что лично прослежу за тем, как он получит свой протектор. Не делай таких заявлений. Ты же знаешь, у Борута упало настроение и с грустной улыбкой он ответил. «Да. Я знаю, ничего не понял, но очень интересно. Маленький шкет, слезай с дерева уже. Сики бросил куну и он чуть не попал мальчику в ногу. Кио спустился с дерева и вышел на поляну. Извините. Извините. Ты знаешь, что шпионить нехорошо? Ты думал, что сможешь обхитрить меня? Думал, что я чакру твою не почувствую. Сики хотел ударить Кио, но Борута за секунду оказался перед мальчиком и остановил руку товарища. Причина бить его это – то, что он шпионил? Может, это интерес? Может, он просто посмотреть хотел? Зачем бить? Болт со всей силой сжал руку Сики, из-за чего последний скорчился от боли. Блондин отпустил его и взял Кио на руки. Тренировка окончена. Голубоглазый взмыл в небо. Борута бежал по улице и слишком быстро, что не каждый мог разглядеть его. Многим это лишь показалось ветром. Оказавшись перед дверью дома, Болт пнул ее ногой и не разувшись прошел в зал. Поставив мальчика на ноги, Блондин начал его расспрашивать. Почему ты шпионил за мной? Почему просто не попросил, чтобы я взял тебя с собой? Не неси от себя тяну, дубина. Он не попал тебе никуда, Кунаем? Прости его. Я не знаю, что с ним сегодня, но... Кио выставил руку вперед, говоря этим хватит. Извините за то, что шпионил, это был интерес. Вы сами со мной не разговаривали, а когда я пытался завести разговор, вы уходили и мне просто стало интересно. Вот и все. Блондин крепко обнял подопечного. Прости. Чаточка чатая. Что сейчас происходит? Ничего. Просто, меня первый раз человек обнимает. Странное чувство. Теплое. Мальчик попытался сделать то же самое, но у него не очень вышло из-за смущения и растерянности. Борута на это ухмыльнулся. Итак. Блондин оторвался от Кио. Думаю, я достаточно набрался сил и готов отвечать на твои вопросы. В коридор. Зачем? В коридор пошел. Ой. Болт почесал затылок и отправился в холл. Сняв обувь, он хотел вернуться обратно, как к ему в рожу прилетели сандалии Кио. И мы положите. Потом еще полы помаете. Я попал. Хотя я тоже должен что-то по дому делать. Он мне не уборщица. Аккуратно расставив обувь Борута для безопасности лица сначала спросил разрешения, а потом только прошел в зал. Присаживайтесь. Кио указал на выдвинутый стул. За четыре минуты стул накрыл. Хотя че его накрывать то? Че? Таяки звездочка, да. Блондин послушно сел за стул. Мальчик сделал глубокий вдох и закричал на Борута. Почему когда вы говорили эту фразу вы улыбались? Какую? Потому что за мной охотятся. Потому что за мной охотятся мой друг и брат в каком-то смысле. Я улыбался, потому что знаю, что не пожалею, когда убью его. Я не зову его по имени, так как его сущность уже мертва и его телом просто пользуются до определенного момента. Вы собираетесь убить брата? Либо на весь мир, либо я его вот и все. А почему его не может убить Хакаги? Или еще кто-нибудь? Потому что он может контролировать одну заразу внутри меня и он может сделать так, что эта зараза выйдет из-под контроля и я умру из-за перегрузки чакры. С помощью этого он поставил ультиматум моему отцу. К тому же я сам согласился расправиться с ним и в этой операции мне помогут. Кто? Хакаги и тень Хакаги их вполне достаточно, а можно и мне. Лицо Борута сразу стало хмурым. Я буду тренировать тебя не для того, чтобы ты погиб. Я не смогу защитить тебя в том бою. Ясно? Это все? Нет. Сики сказал не делай таких заявлений. Ты же знаешь, что он имел ввиду? На лице болта опять появилась грустная улыбка. Прости, но я не могу тебе этого сказать. Ясно, спасибо. Кио сделал глоток чая и заметил на себе непонимающий взгляд Борута. Что? И это все? Я думал вопросов будет больше. Тебе неинтересно, что случилось с моим другом? А? Ладно. Что случилось с вашим другом? Слышал когда-нибудь об организации кара? Да, слышал. Я все-таки бывший вор и большую часть жизни на улице провел, а у нас в деревне любили сплетничать и шушукаться по главным новостям пяти стран. Понятно. Мой друг был из этой организации, но он сбежал оттуда и встал на сторону Канохи, потому что он хотел избавиться от кармы. Что такое карма? Блондин показал ладонь правой руки. Это тромбик, это карма. Карма – это печать, даруемая членом клана Ацуцуки, которая помечает меня как сосуд мамошики Ацуцуки. Активируя карму в полсилы, она увеличивает мои физические способности и силу дьюцу. Когда я сильно зол печать переходит в такой режим, бога что ли еще в несколько раз увеличивает мои способности. Еще есть третья вариация кармы. В этот момент мамошики полностью поглощает мой разум и мою волю, тем самым забирая тело. Именно в этом режиме я могу умереть. Правда я могу и не сдохнуть, но для этого мне нужно качать скилл всего, а на это увы времени нет. По-моему я все рассказал про карму. По поводу моего друга. Если коротко, то мы уничтожили карму, а после этого его зараза промыла ему мозги и забрала тело. Мы сражались, но я не смог достучаться до него и он ушел. Последний вопрос. Кто такой мамошики Ацуцуки? Хрен из главной ветви божественного клана Ацуцуки. Его послали сюда исследовать местонахождение Кагуи и ее кактуса домашнего, а потом он решил сам кактус завести, но планы его оборвались. Я надеюсь ты знаешь кто такая Кагуи? Да, знаю. Слушайте, мне кажется я понял почему Сики сегодня так себя повел. Серьезно? И почему же? Я ограбил его бабушку шесть лет назад. Я вспомнил как он искал меня, но не нашел. А что ты у нее украл? Брошь. Но к сожалению я давно ее сдал в ломбард. Ясно мальчик посмотрел на время. Уже восемь вечера. Как быстро идет время. Я пожалуй спать пойду, а то от этих разговоров у меня голова заболела. Да, конечно иди. Кио вышел из зала и быстро взял свою обувь. Поднявшись на второй этаж мальчик закрыл дверь и открыл окно. Встав ногами на раму он выпрыгнул из окна и приземлился на крыше ларька, что стоял по соседству. Бежав по крышам через всю деревню у Кио в голове была только одна мысль. Я ничего не сдавал. Приземлившись на ту тренировочную поляну мальчик вытащил из кармана вещи и поднял ее вверх. Я знаю, что ты здесь. И я хочу вернуть это тебе. На Кио из листьев дерева набросил сосеки и повалил мальчика на землю. Почему нельзя было вернуть ее тогда, когда моя бабушка была жива? Почему ты вообще ее украл? Из глаз парня текли слезы. Я украл ее, потому что нуждался в еде и теплой одежде на зиму. Не мог попросить родителей. Нет у меня родителей. Мать погибла, а отец бросил меня на улицы. Фики немного успокоившись, отпустил Кио и они оба сели на траву. После того, как украл брошь, меня мучила совесть и я ее не сдал. А как ты зиму пережил? Мне повезло. Я заболел и один шин обеззаметил меня. Он отвел меня в больницу, а потом хотел взять меня к себе домой, но когда он знал, что я ворон избил меня и ушел. Прости за то, что украл эту брошь у твоей покойной бабушки. Мальчик протянул руку и отдал брошь у Сики. Я тебя прощаю. И ты прости меня за свое поведение. Я не знал. Я тоже тебя прощаю. Сики смотрел на брошь и снова хотел заплакать, но сдержался. Спасибо, Кио. Мальчик понял за что и просто кивнул. Подул ветер и перенес в душу мальчика беспокойство и страх. Он начал оглядываться по сторонам, но не было ничего необычного. Кио, ты чего? Сики заметил перемены в поведении мальчика и тоже немного забеспокоился. Ветер подул с новой силой и на еще светлом небе начали появляться тучи. Гром прокатился по небу и все опять стихло. Что это было? Чувство тревоги у Сики и Кио с каждой секундой возрастало. Мальчик пытался ответить на свой вопрос попутно успокаивая себя внутренним голосом. Вы так подружески общались. Жаль, что я помешал вам. Голос отдавался эхом по всей поляне. Мальчик и Сики встали с земли сразу в боевую стойку. Выходи. Мальчик крикнул с надеждой, что это всего лишь розыгрыш от Барута, но это оказалось не так. По твоему голосу можно понять, что ты напуган. Мое представление удалось, Кио. Шаги незнакомца медленно перерастали из обычного шага в бег и с каждым его приближением страху мальчик возрастал с большой силой. За секунду перед ним оказалась палка летящая прямо в него, Кио. Сики ополкнул мальчика и принял удар на себя. Незнакомец ударил парня палкой с такой силой, что дерево, куда тот влетел сломалось, Сики. Кио хотел подбежать к Сики, но его парализовал страх. Что с моими силами? Мне же нужно защитить Сики. Он же без сознания. Ответь мне, Кио, где сейчас Барута? Я не скажу. У Кио все тряслось внутри лишь от взгляда сырых и хищных глаз незнакомца. Печально незнакомец со всей силой ударил Кио палкой по животу. У мальчика в глазах потемнело и он упал на землю и выплюнув кровь, тыщу в сознание. Удивительно, но это ненадолго незнакомец взял Кио за руку и поднял его хрупкое тело в воздух, а потом со всей силой впечатал мальчика в землю. Хруст Рюбер Кио было слышно по всей поляне. Незнакомец услышал шорох травы. Рассинган. Блондин ударил Рассинганом незнакомца в лицо и тот улетел на 10 метров от него. Всегда удивлялся, как ты приземляешься на ноги после такого удара. Неплохой удар. В этот раз сильнее, чем в прошлый. Незнакомец медленно подходил к парню, а тот в свою очередь обнажил катану и зарядил ее разрядом молнии. Поговорим, Кавыки. Я за этим и пришел, Барута. На этом все продолжения не будет. Продолжение следует...